Продолжение следует... Восхитительных презентаций на выставке был показ цивилизации шестой Сида Мэйра, конечно. Мы виспираемся. Всегда в чем-то больше. Цивилизация XCOM, да, это стратегии, и ничего принципиально нового в этой, да, классической форме придумать нельзя, нельзя изменить смысл. Каждый раз они умудряются так все переделать, что ты заново это изучаешь, играешь вот с тем же трепетом, с тем же бесконечным нажатием на кнопку конец хода. Когда начинаются бессонные ночи, спишь там по два-три часа в день, и оторваться от этого очень и очень сложно. И остается только восхищаться тем, как каждый раз из года в год они придумывают, как изменить свои игры так, чтобы снова сделать тебя своим рабом. Как поменять все, ничего не меняя. В этом они абсолютные мастера. И так оно входит на тебя, чтобы восхищать нашу настоящую мечту. С твоей руководителем мы, наверное, успеем успествовать. Показ «Шестой цивилизации» был совершенно волшебным, ролик уже, в принципе, есть в сети. Он безумно круто, пафосно, красиво озвучен Шоном Бином. Из целей этого маленького сеттлмента вырастет нашим эмпиром. Играет какая-то просто восхитительная музыка, и на тебя валится этот весь объем нововведений. Ну, честно, это был один из немногих показов, где я просто сидел вот с высунутым языком такой, и, вновя кайфу, в общем, от удовольствия, постоянно аплодирую, и так делали все в зале. Что же нового в «Цивилизации шестой»? Да, блин, практически все. То есть они изменили, по сути, одну вещь, которая изменила все остальное. Это города. Города шестой цивилизации теперь не просто занимают, да, там, один тайл, одну клетку на карте, и все, что ты делаешь, да, происходит внутри этой клетки. Теперь города, как, в общем-то, и должно быть, как логично, занимают дохрена клеток, и у них есть разные районы. То есть ты не можешь иметь один город универсальный, да, который делает все. Как было, да, все эти годы в «Цивилизации», мы искали богатую ресурсами землю, основывали город, ну, и получали поселения разной степени успешности. Теперь у нас есть контроль над этим, нам нужно думать, где основывать города. Все потому, что появились районы. Теперь с развитием города мы начинаем строить специализированные районы для чего-то. Если мы хотим, чтобы город был научным, нам нужно сделать все для ученых, чтобы население было счастливое, чтобы был специальный научный район, кампус. При этом все окружающие тайлы, клетки, они влияют на районы, то есть они могут как положительно, так и негативно сказываться на их росте. Например, для ученых нужно обязательно, чтобы там поблизости что-нибудь, или лес был, или горы, что-то такое вдохновляющее, что может заставить их более плодотворно работать. Театр и артс-дистрикт позволяют нашим людям express themselves as never before. Ну и самое главное, что нельзя построить все районы в каждом городе. То есть ты должен выбирать специализацию, так как, блин, это и происходит в реальной жизни. У нас есть специальные города для ученых, специальные промышленные города и так далее. И, наконец-то, это важная на самом деле вещь относительно реального мира, она, наконец-то, находит отражение в цивилизации. И очень важное значение теперь имеет чистая вода, что, опять же, реалистично. Нельзя отгрохать город в пустыне и ожидать, что он вырастет многомиллионник. Теперь количество чистой воды влияет на level cup города, на сколько миллионов населения он может вырасти. И, естественно, весь этот баланс, он еще меняется с развитием технологий. И нельзя теперь построить все чудеса света в одном городе, потому что каждый из них, опять же, требует и людского ресурса, и чистой воды, и провизии. И все это нужно содержать, да, как-то. С каждой эпохой ты апгрейдишь свои районы, у них появляются новые здания в них. И более того, у каждой цивилизации теперь есть уникальные постройки, которые они могут строить. Например, у американцев, да, в 20 веке начинается бум кино, бум музыки, и благодаря этому они могут повышать свое культурное влияние, увеличивать количество туристов, ну, и имеют определенные бонусы для того, чтобы достичь, да, культурологической победы такой. Но золотой век не может длиться вечно. Новейшее время приносит множество чудес науки и техники, но создает огромную потребность в ресурсах. Сотрудничество превращается в соперничество. Мир становится меньше. И, в общем, все на самом деле. Это главное нововведение, ну, которое, как если вы играете в цивилизацию, вы понимаете, что это нахрен все меняет. Ну, то есть вообще то, как вы будете играть, где вы будете строить города, как вы их будете защищать, потому что тоже нужно будет строить районы для защиты города, особенно в древних временах. Ну, в общем, все абсолютно иначе. Эпоха копий и стрел давно миновала. Пришло время продемонстрировать агрессору настоящую мощь. При этом, да, старые такие привычные вещи, они сейчас гораздо больше автоматизированы. Ну и, наверное, самый такой спорный момент, это то, как цивилизация 6 выглядит. Она очень похожа на Civilization Revolution, которая когда-то выходила на консолях. То есть она вся такая милая, очень няшная. Кому-то это понравится, кому-то нет. Лично мне безумно нравится, когда в дипломатическом окне вылез Тедди Рузвельт, я реально просто заржал. Это было очень мило и смешно. Такую цивилизацию я хочу видеть. Если кому-то там не понравится нововведение, ну, всегда есть пятое. Но я почему-то уверен, что разочаровавшихся будет очень-очень мало. Как всегда, новая цивилизация, новые правила, новые бесконечные часы игры и бессонные ночи. Великобритания Америки. Если вы себя хорошо ведете, вы можете называть нас друзьями. На этом все. Спасибо, что смотрели и любите цивилизацию. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, если еще что-то не сделали. Вот здесь можно нажать кнопочку и посмотреть другие сюжеты с Е3, их очень много. Ну и проверяйте блог ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер. Увидимся. Счастливо. Счастливо.